Привет, друзья! Сейчас сбегала такой мини-влог сбегала на почту отправила заказное письмо тут не видно вот этому товарищу это что касается моих судебных разбирательств многочисленных по дороге забежала в фикс прайс побежала я за этими коробочками которые вы у меня уже видели взяла их две штуки 50 рублей они стоят они у нас заканчиваются я очень расстроена я думала, я до конца жизни за ними буду бегать в фикс прайс у нас осталось штук 10 на витрине не знаю, будут ли они еще их заказывать но коробочки безумно удобные и классные и мне нравится, что они прозрачные у них можно положить все что угодно бусины, ленты и видно, что внутри лежит вот, и собственно я больше ничего не собиралась брать но в итоге увидела вот эту маечку и решила, что надо взять сейчас я ее распакую, чтобы не шуршать и покажу, как она выглядит вот такая вот, ребятки конечно, чистая синтетика с бабочками здесь есть такая оптимистичная надпись она очень тоненькая вот я ее взяла именно из-за того, что она очень тоненькая и будет продуваться ветерком вот так она, я вам скажу, что это, наверное, стопроцентная синтетика потому что по ощущениям оно именно так и есть сейчас, а то тут есть у нас ярлычок посмотрим, что тут написано на нем так ну да, вот полиэстер стопроцентный полиэстер собственно но в принципе просто мне она безумно понравилась и не знаю почему-то я, в общем, решила ее взять и в итоге сейчас получилось, что я воспользовалась скидкой на карте и посмотрите у меня получилось, что коробка с 50% скидкой была и майка тоже с 50% скидкой это так круто пользоваться скидочной картой у меня было там, по-моему, 150 бонусов и, в общем-то, вот 100 бонусов мне скинули то есть 100 рублей я очень рада, что я потратила не 220 там, или 210 рублей а всего 105 вот так вот так что не копите баллы тратьте их это так приятно вот еще хотела похвастать у меня сегодня даже нет у меня вчера было творческое вдохновение я делала сережки ну, как делала я их решила довести до ума сейчас покажу вот, друзья даже это не просто сережки это комплект здесь кольцо с цветочком это эпоксидная смола и натуральные цветы натуральные настоящие, живые как бы они даже не засушенные ну, то есть это был мой эксперимент в прошлом году летом на даче я вот делала и, короче сейчас в кольце вот здесь вот серединка цветка она выпирала и не получилось сделать ровной как бы залилось очень хорошо прям такая идеальная капелька получилась но вот эта серединка цветка она торчала вот я стала ее решила отшлифовать но вот думаю что видно вот здесь вот с этой стороны остались следы от шлифовки ну вот видно вот тут вот вот и, в общем-то я поняла что моя наждачка для этого не подходит и вот тут тоже сережки одна получилась прям идеально и даже капелька залилась идеально то есть не нужно было шлифовать особо вот одна а вторая залилась проблематично и вот я ее вчера шлифовала видите она какая мутная получилась то есть ее теперь нужно еще более мелкой наждачкой отшлифовать и потом уже шлифовать такой совсем полировальной скажем так наждачкой то есть она немножко мутновата ну вот сейчас две вместе покажу постараюсь и вы поймете да видите вот левая она нормальная а правую я шлифовала она получилась мутная то есть мне сейчас ее полировать надо вот и в общем-то я буду это пробовать делать стараться и вот я сбегала короче я вчера что делала я вчера делала это вот такой вот шлифовкой ну как наждачка такая ювелирная а вот этот кусочек он где-то сантиметра два на два я не знаю откуда он у меня он мне попался не знаю в подарок с какой-то покупкой он оказался очень грубым вот есть у меня вот такая вот как сказать для нейл ухода вот такая шлифовка скажем даже уже полировка на самом деле то есть вот эта часть серенькая она шлифует она очень-очень мелкая а вот эта белая она полирует вот но мне нужно было что-то среднее между вот этой вот серой и вот этой вот бежевой которая у меня грубая и вот я сейчас сбегала в магазин строительно-хозяйственный и вот наковыряла там вот такую вот наждачку 40 рублей лист лист где-то размером наверное 30 на 30 вот вот он достаточно мелкий и по ощущениям по ощущениям он что-то среднее как раз-таки между вот моими вот этими двумя вообще конечно хотелось бы еще более мелкую наждачку найти то есть знаете даже вот сейчас вот эта серая она приближена вот к этой она между этими двумя но все-таки ближе вот к этой хотелось бы что-то среднее между вот этой и вот этой еще найти то есть приближенная к вот этой вот. Я сейчас покажу вам ее с изнанки. Я просто не знаю, какой у нее здесь номер и вообще как она. А, вот, наверное, да, R400. Видимо, вот это вот ее, как сказать, мелкотня, структура R400. В общем-то, вот она вот так вот выглядит. Не знаю, попробую. Скорее всего, придется полировать уже гравером. Если интересно, пишите. Может быть, стоит сделать, типа, как мастер-класс или вообще снять какой-то отрывок, как я работаю. Может быть, вам интересно процесс работы. Пишите в комментариях, кому интересно. Вот, в общем-то, такие были небольшие покупки. Так что, увидимся. Алиса. Алису. Алиска. Киска. Киска Алиска. Алиса. Алис, ну я тебя зову. Алиса. Алиса. Ну че, мам? Че ты отвлекаешь меня, а? Это у нас рассада земляники. Че-то нам пока ее просто некуда пересаживать. И мам говорит, давай ее пока оставим. Пусть она подрастет, чтобы такие были кустики прям настоящие. И вот тут тоже у меня это другой сорт. А это другой сорт. Вот. В общем, одна должна быть белая, другая красная. Листики вот такие вот уже достаточно крупные, но не слишком. Что-то нос рыжий тут лезет. Алис. Не хочу сниматься. Я пошла. Вот так вот. Ой, на улице, кстати, тепло. Я думала, что дико холодно. Нет, тепло, но пасмурно. небо вот такое вот. Хорошо, что дождя нету. Хотя завтра обещают 26. Ну-ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Смотрим.